Очень важная тема, касающаяся абсолютно каждого жителя Ленинского округа, это генеральный план и правила землепользования и застройки. Собственно, это два важнейших документа нашего муниципалитета, которые определяют план стратегического развития нашего округа на ближайшие 20 лет. И, в принципе, если бы общественники не подняли какой-то шум по поводу этого, то никто бы даже и не чухнулся, не узнал бы о том, что такие документы сейчас готовятся к принятию. Да, не спорю, они, конечно, были опубликованы в установленном порядке на сайте администрации, но, поверьте, не так часто люди заходят мониторить раздел документы с сайта администрации. Нет, мы теперь это делаем, конечно, каждый день, естественно, благодаря вам регулярно, но я считаю, что вообще-то это задача, конечно, депутатов. Задача депутатов, в первую очередь, доносить до своих избирателей вот такие важные вопросы, которые выносятся на повестку. Но неважно, в любом случае у нас у всех была возможность ознакомиться с этими проектами, подать свои замечания, пусть, правда, в письменном виде, то есть никакого живого обсуждения теперь не предусмотрено. Начиная с 2018 года депутаты почему-то решили, значит, наши местные отменить публичные слушания по градостроительным документам, заменив их на так называемые общественные обсуждения. Ну, потому что в прямом диалоге, в общем-то, достаточно сложно отвечать на прямые вопросы, а в письменное общение, оно, в общем-то, не предполагает наличие какого-то ответа, то есть это наличие обратной связи. Тем не менее, мы изучили эти документы и подготовили большое достаточно количество замечаний. Ну, в первую очередь, что в этом генеральном плане, на что хочется обратить внимание? Он предполагает застройку практически всех свободных территорий и, соответственно, увеличение численности населения более чем в два раза. То есть, в ближайшие несколько лет, значит, благодаря вот таким безумным темпам застройки, значит, Ленинский городской округ по численности населения должен опередить такие региональные центры, как, например, Рязань или Владивосток. Но при этом не имея, в отличие от региональных центров, системы городообразующих предприятий и более-менее развитой транспортной инфраструктуры и социальной тоже. То есть, в частности, даже по расчетам самих проектировщиков, они честно в этом расписываются в проекте генерального плана, только 23% трудоспособного населения сможет найти работу на территории Ленинского округа. 23%, то есть всего четверть. А три четверти трудоспособного, подчеркиваю, населения должны будут ездить на работу в Москву. То есть, это как бы выдается по расчетам. Хотя на самом деле ситуация, скорее всего, будет еще хуже, чем в расчетах. Потому что в расчетах берется норматив 28 квадратных метров на человека. А мы знаем, что сейчас во всех новостройках преобладают квартиры, студии площадью около 20, 22, иногда даже 18 квадратных метров. То есть, на 20 квадратных метрах, на 28 квадратных метрах, естественно, будет жить в среднем больше одного человека. Поэтому население можно смело умножать на коэффициент 1,5, а то и 2. Поэтому даже по их оптимистичным подсчетам у нас лишь четверть населения сможет найти работу здесь. А реально, скорее всего, только лишь одна десятая часть. И это, в общем-то, ужасно. Ужасно еще и потому, что не предполагается развитие в достаточном количестве транспортной инфраструктуры. То есть, уже сейчас безумные пробки, что люди вынуждены каждое утро тратить по 2 часа времени лишних на 3 часа, если снегопад, на дорогу. И столько же тратить вечером. То есть, то время, которое люди могли бы проводить дома, с семьей, заниматься каким-то любимым делом, самообразованием, ну или просто поспать. Предполагается строительство огромных жилых комплексов. Помимо тех, что уже строятся, планируется в ближайшее время строительство, например, рядом с селом Булатниково, на землях института садоводства. Тоже интереснейшая история. Буквально несколько месяцев назад мы писали и говорили здесь в этой передаче про случай с хищением земель государственных под видом паев уже обанкротченного и несуществующего колхоза имени Владимира Ильича. И мы говорили о том, что среди этих украденных паев есть и земли, оформленные на территории лесного фонда, и земли, оформленные на территории института садоводства, Всероссийского института старейшего предприятия нашего района, которое существует еще с 1913 года. И вот в новом генеральном плане эти земли, земли института садоводства, уже отведены под 25-этажную застройку. То есть, огромный 25-этажный жилой комплекс должен вырасти между Булатниково и Измайлово. Огромный жилой комплекс 17-этажный должен заполнить все поля в районе Молокова, в районе Богданихи и Коробова. Общей численностью населения 230 тысяч человек. В Булатниково 50 тысяч человек. Еще 50 тысяч человек на полях в районе деревни Калиновка. То есть, все свободные места должны быть застроены 17-25-этажными домами. И при этом никаких рабочих мест. Что в чем, в общем-то, заработчики генплана, как я уже сказал, сами признаются. Плюс к этому, в генеральном плане и в правилах землепользования и застройки должны быть в обязательном порядке отображены так называемые зоны с особыми условиями использования территории. Такое сложное название, сокращенное, все называют зоуид. И это требования градостроительного кодекса. То есть, все вот эти зоуиды, к которым относятся водоохранные зоны, зоны санитарной охраны, источников водоснабжения, санитарно-защитные зоны предприятий, зоны затопления, зоны охраны и так далее, культурных объектов. Все эти зоны должны быть как в генеральном плане, так и в правилах землепользования и застройки отображены в целях безопасности граждан, в целях правильного землепользования, чтобы по этому документу четко было видны все обременения всех участков, какие существуют. Огромное количество вот этих зоуидов в генеральном плане и в правилах землепользования и застройки, которые сейчас предлагаются к утверждению, не отображены. С одной стороны, можно подумать, что это просто халатность. И, возможно, в какой-то степени это действительно халатность, потому что эти генпланы, судя по тому количеству банальных ошибок и опечаток, делались наспех и буквально на коленке. С другой стороны, очень многие зоуиды, я уверен, были не отображены специально, в частности, так называемые зоны затопления. К счастью, у нас есть в архивах генеральный план сельского поселения Молоковская 2012 года. То есть, это еще, так скажем, Доварабьевский генплан. То есть, пока еще не пришла в Подмосковье такая компания, как Самолет Девелопмент. Генеральные планы разрабатывались, еще был какой-то научный подход. И вот на этом генеральном плане 2012 года отображена зона затопления Москвы-реки. Это огромнейшая зона. То есть, все вот эти низкая пойменная часть Москвы-реки, она в районе села Молоково и в районе села Остров, она вся попадала вот в эту зону затопления. То есть, собственно говоря, пока на Москве-реке не было вот этих гидротехнических узлов, ну, она, значит, каждую весну во время половодия выходила из своих берегов, да, потом летом она, значит, возвращалась в свои берега. И вот эти низменности затоплялись. Поэтому вот на этих заливных лугах, конечно, никогда люди не строили свое жилье. То есть, все существующие исторические населенные пункты, да, все вот там село Остров, село Молоково, там Андреевское, они все находятся на возвышенностях. И они как раз вот в эту зону затопления, судя по карте, не попадают. Сейчас, когда Москва-река, она, значит, ее русло сковано вот этими многочисленными плотинами, шлюзами, гидроузлами, значит, ее уровень воды регулируется. Но для чего рассчитывается вот эта зона затопления? Это зона катастрофического затопления. То есть, если вдруг на каких-то верхних водохранилищах, да, на каких-то верхних шлюзах, например, произойдет какой-то авария, какой-то несанкционированный сброс воды, то вот эта линия показывает ту территорию, которая будет затоплена водой. И, естественно, тот генплан 2012 года, где эта зона отображена, не предполагал там никакой застройки. Вот эта территория должна была оставаться зеленой зоной, только для прогулок. В итоге новый генеральный план предполагает на этом месте строительство 17-этажного микрорайона от все той же компании «Самолет Девелопмент» и группы компаний «Рота», значит, небезызвестного депутата Дмитрия Саблина. Естественно, никакая зона затопления в этом генплане не отображена, я думаю, по понятным причинам, потому что она, ну, фактически сделает невозможной там никакую застройку. Не отображены санитарно-защитные зоны таких предприятий, как Московский коксогазовый завод, значит, как Латкаринский машиностроительный завод, как Московский нефтеперерабатывающий завод, но, опять же, по тем же самым причинам, вот, чтобы не уменьшать количество возможной жилой застройки, то есть, значит, какую-то ликвидность, значит, активов земельных, вот, той же «Роты», того же «Самолета» и так далее. Поэтому мы считаем, что в таком виде принимать генеральный план, ну, просто нельзя, это будет просто преступление против народа. Его необходимо направить на доработку, и среди ключевых поправок должно быть, конечно, правдивое отображение всех вот этих зауитов и введение моратория на новую многоквартирную застройку до тех пор, пока не будут решены все уже существующие проблемы транспортные, проблемы экологические, социально-экономического характера. Вот, когда только все вот это будет решено, да, когда у нас будет хватать мест в детских садах, когда у нас не будут переполненные школы, не будут переполненные, значит, там, поликлиники, когда у нас не будет пробок, когда у нас не будет загрязненных водоемов, да, а, кстати, насчет водоемов, тоже забыл сказать, там, в генплане предполагается 30 тонн неочищенных стоков сбрасывать каждый день в наши водоемы, и это тоже там выдается за норму. Вот, вот только тогда, когда все вот эти проблемы будут решены, вот только тогда можно ставить какой-то вопрос о какой-то дальнейшей застройке, ну и то в том случае, если это будет зачем-то целесообразно. А пока любая многоквартирная застройка вот в той ситуации, которая сложилась в нашем округе, это просто, ну, я считаю, откровенное преступление против наших жителей в интересах вот конкретных строительных корпораций, в интересах Саблина, в интересах руководства Самолет Девелопмент, в интересах руководства других компаний, там, значит, Инград, Лидер и так далее, вот, крупных монополистов. Вот, поэтому генеральный план его будут принимать местные депутаты, депутаты Ленинского округа, и, значит, от многих депутатов, да, вот, в частности, я знаю, что Валерий Черников, да, выступал по радио и говорил то, что депутаты никак не могут повлиять на градостроительную политику, что они обязаны там проголосовать за, потому что это все согласовано и так далее, но это все на самом деле просто чушь собачья. Это чушь собачья, почему? Потому что для того депутаты и нужны, что они есть представительная власть, представительная, то есть они есть наши представители. И да, действительно, генеральный план должен сперва пройти кучу разных согласований, разных профильных ведомств. После этого он выносится на общественное обсуждение, то есть ведомства просто проверяют соответствие там всем СНИПам, нормативам и так далее, чего они, кстати, делают плохо, судя по всему, раз такие проекты нам выносятся. Следующая стадия это общественное обсуждение, либо публичное слушание, когда жители могут высказать свое мнение. И последнее слово, оно как раз за нашими представителями, то есть за депутатами, которые, взвесив все за и против, должны просто принять, ну, некое взвешенное разумное решение. Они могут проголосовать как за этот генплан, так и против, то есть потребовать его отправить на доработку с определенными замечаниями, создать согласительную комиссию и так далее. Все это возможно, все это в их руках исключительно. Вся градостроительная политика в руках наших депутатов. Именно они решают, что где можно строить, а что где строить нельзя. А область, она просто, ну, как в МФЦ, она просто, так сказать, по определенному регламенту выдает разрешение. То есть если здесь зона многоквартирной застройки, придет застройщик с заявлением, ему дадут разрешение на застройку, не имеют права не дать. Если здесь зона частной застройки, они могут дать разрешение только на дом до трех этажей индивидуальный. Если здесь зона рекреации, они вообще ничего не могут дать, никакого разрешения не дадут никогда в жизни. А вот где какая зона будет, это решают именно депутаты. Поэтому я, собственно, хочу призвать наших депутатов вспомнить, что вы, в первую очередь, являетесь представителями. Вы представители жителей Ленинского округа. И голосовать вы должны не в интересах губернатора, не в интересах главы, если как-то вас там глава попросит, не в интересах Саблина, там еще кого-то, там роты, там лидера и так далее, разных крупных собственников, землевладельцев и так далее. А в интересах тех, чьи интересы вы официально представляете. Так вот, в наших интересах остановить вот это безумие, остановить застройку, остановить вот этот слив нечистот в реке, подключить все, разработать программу подключения поэтапного всех жилых комплексов всего и частного сектора к центральной канализации МОЗ Водоканала. Конечно, это произойдет не сразу, не за один год. Пусть это будет 20-летняя программа, но такая программа должна быть, она должна быть разработана уже сегодня, и ей нужно следовать. Значит, определенная программа развития транспортной инфраструктуры. Все это должно быть, как раз все это должно содержаться в генеральном плане. И в соответствии с ним уже должны приниматься разные там государственные и муниципальные программы. Поэтому я обращаюсь еще раз к депутатам, да, прошу принять разумное взвешенное решение и отправить данный генеральный план на доработку. Это единственное будет верное решение в данной ситуации.